здравствуйте дорогие друзья я очень рада видеть сегодня алена мы недавно были у них гостях и вот сейчас практически первый раз мы снова видимся в прямом эфире и видимся друг с другом и я надеюсь видимся с вами хотя и заочно у нас был небольшой перерыв связанный с тем что мы путешествовали в штат вирджиния получили массу удовольствия я думаю что вы могли видеть все эти видео у нас на канале вот а сегодня мы будем говорить о воспитании подростков да и я так рада тебя любит Светлана и всех вас приветствую ребята это здорово что мы опять в эфире и тема действительно такая важная эта тема у нас возникла не случайно она возникла по вашим комментариям и меня зацепил один комментарий вот такой поговорите на тему какие тезисы нужно грубо говоря вливать голову подрастающей девушки какие якоря воспитания заложить в девочку приведу пример иногда кажется что девочку нужно воспитывать чтобы она обеспечивала себя наравне с мужчиной не нуждалась поддержки даже морально но с другой стороны а смотри на фига это все надо мужчина должен зарабатывать а что им еще делать а женщине нужна красота дома красота себя любимой воспитание уход за детьми ну вот такое у нас вот комментарий есть и он меня значит этот комментарий зацепил а почему он меня зацепил потому что мы как родители безусловно должны думать о воспитании детей и о том а что мы говорим как мы говорим вот это про вливать да вливать в голову но с другой стороны вот из текста этого сообщения чувствуется позиция мамы ну действительно зачем вливать там чего-то да и зачем девочки себя обеспечивать а если мужчина должен зарабатывать а что ему еще делать да это немножко позиция мамы так вот дети они они улавливают невербальные месседжи невербальные сообщения можно сколько угодно говорить послушай ты должна зарабатывать ты должна ни от кого не зависеть и морально не нуждаться ни в чьей поддержке хотя мы все нуждаемся в моральной поддержке но сколько ты не говори что так нужно делать вот маме на позиции она будет просматриваться да это как бы банально вроде звучит что пример это лучше воспитание с другой стороны ничего лучше никто не придумал потому что дети они впитывают они впитывают атмосферу они впитывают и копируют ваши модели поведения обязательно и это очень интересно у меня например у дочки был интересный случай когда она первый раз наверное без нас поехала в англию ей было лет 14 она поехала на большой такой как бы там молодежный слет что-то на целый месяц и и когда она летела обратно там был 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 была супружеская пара ну которых мы знали которые были в этой группе которые были значительно старше там лет 30 было поэтому мы как бы считали что все нормально присмотрен ребенок все хорошо и вот когда они летели обратно а самолет они летели на трансэйра и самолет короче не вылетел вовремя и это было по вине там трансэйра на самом деле что что-то там такое ну не будем говорить короче что там было не то и эту всю группу просто так сказали вот ждите теперь утреннего рейса и и алиса она рассказывает но это даже не она рассказывает это рассказывает вот этот молодой человек который ну вот пара дальше происходило значит все разместились пассажиры в этих креслах неудобных и ну вот просто алиса она я подумала что бы мама сделала на этом месте и она пошла к администрации и сказала вот мы группа летим в москву и по вине трансаэра вот ну давайте не будем говорить компанию по вине компании мы остались здесь и вот нам негде спать нам и и тогда так сказать это администрация уже аэропорта связалась с компанией и закончилось тем что алису сделали руководителем группы вот этой всей и спросили что надо сказал нужен звонок домой нужен на гостинице нужна еда им всем выделили номера в гостинице на воды им дали звонок домой и они алисе выделили отдельный номер на самом деле это мы смотрим как вот наши дети будут жить и что они будут делать если они видят что причем это без скандала спокойно абсолютно на английский хорошо знают да да она перенела модель повещения включила голову и она решила эту проблему и она позвонила все нормально короче обсессии мы в аэропорту то встречали же мы же даже ничего не знали да да это очень волнительно приехали на самом деле это было большое счастье что все получили звонок и что все успокоились ничего потому что когда дитя где-то далеко за границей вы представьте то есть для меня это стало таким вот примером уроком что как ты будешь жить так будет жить мой ребенок если ты неудачник если ты не 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 мы таких слов не говорим ты неудачник у нас все удачники мы свою жизнь делаем сами и мы делаем так как можем и на самом деле вот это критерий я у меня была передача вот насчет неудачника не понимаешь а что такое неудачник кто сказал что неудачник никаких неудачников нету понимаешь каждый делает то что он может права абсолютно я извиняюсь но я хочу сказать что мы сами выбираем и вот нам важно себя выстраивать даже ради своих детей учиться ну как строить отношения строить карьеру вот как ты хочешь один момент я тут вот хочу добавить знаешь что вот в этом сообщении прозвучала фраза которых тоже меня задело девочку нужно воспитывать чтобы она обеспечивала наравне с мужчиной не нуждалась поддержки даже морально а наверное мама думает да что вот она воспитает такого бойца который не нуждается в поддержке но я хочу сказать одну вещь что даже самые стойкие бойцы они все равно нуждаются в поддержке в моральных первую очередь а дело в том что девочка когда растет семье она испытывает защищенность со стороны родителей комфорт и защищенность когда она встречает молодого человека она ожидает от него получить этот комфорт и защищенный поэтому а человеку невозможно вот на самом деле тот человек который живет один он испытывает ему очень тяжело именно потому что у нее нет моральной поддержки мы все в этом нуждаемся и сколько ни пытаясь воспитывать вот эти бойцовские качества для семейной жизни это на самом деле не так хорошо потому что семейная жизнь это не бойцовский ринг где побеждает сильнейший а это прежде всего отдача и любовь и умение принимать такую же любовь да поэтому важно нам самим научиться правильным отношениям семье и дети они будут копировать это это я даже не знаю как этому можно научить вот будь такой будь такой вообще подростки это очень интересное такое ну как да потому что они перестают быть маленькими детьми и то что им надо больше всего им нужно уважение абсолютно да согласна чтобы вы приняли их как личность а нам очень трудно потому что для нас это еще вот эти маленькие сопливые которые выросли еще такие какие-то странные и вот это уважение тоже в себе начать надо выстраивать с самого детства чтобы в подростковом возрасте вы уже как бы как свободную личность воспринимали уважали его и это очень важно сохранить это отношение абсолютно и это нельзя делать вот у меня ребенок достиг подросткового возраста давай-ка мы сейчас наладим мосты если этих мостов не было заложен фундамент пока они еще в люльке лежали да то потом наладить что-то это очень сложно они все-таки эти общения и понимание и дружеские отношения с поддержкой это очень важно и но дело в том что вот ты правильно сказал же подросток он такой у него это очень интересный период когда у него расширяются границы того что он может сам делать мы как взрослые все время еще считаем что он маленький он для нас всегда будет маленьким ребеночком да мы пытаясь его огранить мы его ограничим в пределах существующих ранее границ а он сопротивляется из-за этого возникают конфликты и в этот момент наиболее сложное отношение детей и родителей подростковом возрасте мы еще за них боимся естественно и столько опасностей жизни мы жизнь вкладывали в это ребенка и его тут становится свободным с другой стороны если он не станет свободным если мы его оставим под крылом и такие примеры я видела когда выросшие дети в доме и продолжают в таком каком-то находиться странном состоянии они так и не стали на крыло и это ужасно то есть нам надо иметь смелость дать им эту свободу и ее тоже хорошо давать так частями и порциями и это расширение границ да то есть мы должны давать расширять эти границы не 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 так вот вот вообще расширили а так постепенно постепенно приучать к самостоятельности тоже время очень важно чтобы наши подрастающие дети все равно чувствовали нашу любовь потому что когда возникают конфликты в отношениях детей и родителей подростков детей да то им кажется что их ругают все время их никто не любит у них нет поддержки и вот в этот момент очень важно мы говорили в предыдущих наших встречах до пяти способах любви в принципе все эти пять способов действует единственное что они проявляются по другому да и мы должны изучать наших деток чтобы смотреть какие способы любви годятся нашим детям вот моя мама например она очень любила оказывать помощь но эта помощь мне уже не так была нужна мне хотелось чего-то другого не хотелось поговорить не она совершенно была не способна на те темы которые меня интересовали и я думаю да что с такой ну нет никакого общения вот не 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 нету коммуникация никакого с родителями а на самом деле это очень важно и если родители понимают что ребенку это нужно они могут немножко сами себя перестроить конечно их персоналити тоже имеет значение да но у нас все-таки мозги есть когда мы включаем то мы можем немножко себя перестроить на другой лад правильно постараться быть интересными своему ребенку вообще нужно как-то изначально принять что нам ребенок ничего не должен потому что иногда родители как бы вот тут ты мне должен ты вырос ты должен на самом деле никто никому ничему не должен дети это души доверенные нам на время и это свободные люди и они нам ничего не должны вот ты подняла очень интересный вопрос люди этого не понимают к сожалению дело в том что идет распределение энергии она всегда идет сверху вниз энергия это единственное то есть если мы например мы общаемся друг с другом да как друзья то у нас идут отношения давать братья здесь должен быть баланс и единственное время когда этот баланс нарушается это взаимоотношения родителей и детей в этом случае идет немножко система работает по другому то есть мы отдаем детям свою любовь свою энергию а они отдают это своим детям и вот если мы отдаем им действительно от души то и они будут отдавать своим детям и на самом деле вот это вот эгоистичность родителей иногда она разрушительна на самом деле если вы правильно выстраиваете отношения со своими ребенком выросшим с подростком если вы ему интересны то вот например для меня моя дочь это лучшая подруга сейчас это чудес ей 33 года и мы настолько как нам вместе интересно это так здорово и это возможно это здорово но нужно постараться принять ее как личность человека и быть самому интересным хотя честно говоря у меня такое ощущение что сейчас она мне больше дает чем я ей вот в смысле там интересно же с молодыми людьми общаться и в смысле дизайна стиля каких-то свежих идей это так здорово и тоже быть открытым к этому то есть быть не закрытой системой а открытой системой потому что общение с твоими выросшими детьми я уже предвкушаю вот внуки растут как будет интересно с ними да с внуками это причем ты знаешь что вот у меня двое внуков они разные совершенно то есть то что можно с одним с другим не прокатит это нужно понимать что они все разные это очень интересно но любовь это то в чем мы все нуждаемся но она в разной форме вот маленького там допустим у меня двухлетний томас ему нужен один вид любви абсолютно а извините 14-летней девочке нужен уже совсем другой мальчику нужен другой вид любви выраженный в уважении в понимании в каком-то в чувстве защищенности что я на твоей стороне потому что очень часто критика да они знаете они как без кожи в этом возрасте у них каждая каждая вещь может ударом послужить это очень серьезный вопрос и на самом деле мы как родители мы же хотим их оберечь от чего-то да и мы им все время даем советы не делай это не делай это не делай это а вот это то что как раз делать нельзя получается что совет давать нельзя то есть это нам нужно выстраивать свое поведение такое где мы наоборот спрашиваем а что ты хочешь делать а как ты хочешь поступить в этой ситуации и если у тебя спросят совета то тогда ты можешь его дать но получается наоборот что твоего совета никто не спрашивает а мы только лезем они придут за советом обязательно выросшие дети я столько раз это в жизни переживала когда вот садятся на диван и говорят а что вы думаете по этому вопросу но я думаю это именно происходит потому что ты не лезешь с советами и поэтому наконец они решили а что мы и они прислушиваются и вы знаете вот у меня на прошлой неделе я была на выходных у дочки она такая умученная с двумя детками у нее вторая детка родилась вот три месяца назад и она такая вся бегла бегла потом уже все успокоилась и лети спать и она вот уже так смотрит на меня и говорит мама я тебе так благодарна я говорю за что она говорит всегда меня так ободряла и ободряешь и я так задумалась думаю ну в принципе это все что нужно нашим детям поддержка и ободрение конечно то есть вот просто просто кто нас еще ободрит кто самый любимый не советы сейчас в гугле можно найти все через гугл всю информацию какую хочешь не советую нужно то что я на твоей стороне я за тебя я тебя советую я тебя люблю я тебя люблю конечно но понимаешь как вот слова я тебя люблю недостаточно говорить то есть и конечно говорить надо но опять же это недостаточно потому что можно говорить я тебя люблю а потом набить ребеночка так что ему мало не покажется потому что просто потому что он себя ведет с нашей точки зрения неадекватно правильно и мы его любим конечно это наш ребеночек и все такое прочее но мы так себя ведем что тяжело у нас был один пример вот это в частности пример как избегать конфликтов с детьми да очень сложно все время возникает у детей своя жизнь и это самое иногда возникают такие ситуации что просто нужно каким-то выкручиваться из этих ситуаций у нас было так дочери было лет 14-15 у нее был какой-то молодой человек она естественно хотела с ним общаться круглосуточно тогда не было мобильных телефонов а более того мы только приехали у нас естественно был один домашний телефон и когда он занят то дозвониться невозможно и вот у нас была ситуация я работала в одной компании очень долгий у нас был рабочий день мы работали там по 60 часов в неделю и у меня машина встала я не могла уехать оттуда то есть вот я отработала на работе там 10 часов или 12 хочу домой уже устала и значит звоню чтобы меня муж подобрал потому что моя машина не заводится а значит дочка хорошо было переключение второй линии она переключается на вторую линию она там чирикает со своим молодым человеком и я говорю попроси папу или дай папе трубку чтобы он мне перезвонил и приехал меня забрал она говорит а да хорошо и конечно она тут же об этом забыла и продолжает чирикать а дозвониться невозможно единственный телефон и когда я еще продолжала там полтора часа пока он за мной приехал вот у нас был разборки такие же так нельзя делать вот но ситуация это ей же хочется занимать телефон значит слава богу что это Америка и мы себе сделали вторую линию и у нее появилась своя собственная линия и конфликт мы разрешили вот таким способом то есть я за то чтобы в каждом конфликте который возникает посмотреть какие есть другие способы его разрешения да не в стенку об стенку а все таки посмотреть личность принимать в ребенке личность и вот в этом что вливать мне честно говоря даже слово вот это вливать ну оно в кавычках стоит грубо говоря потому что мы не можем ничего никого загрузить ничем нам даются эти души они уже с чем то есть они разные они ну мы понимаете мы все несовершенные родители абсолютно нет совершенно мы все делаем ошибки это определенная благодать когда все получается это не потому что мы хорошие а слава богу души такие пришли но с другой стороны вот здесь затронут вопрос гендерных отношений то есть нужно ли девочки быть там мне кажется что тут важен баланс что обязательно личность должна быть ну как сильная что человек должен себя уметь обеспечить потому что знаете разное в жизни бывает и человек женщина то есть нельзя виснуть нельзя виснуть на ком когда женщина полностью зависит от мужчины она настолько в позиции ну как незащищенная что в конце концов если вдруг развод то ей вообще к концу вот поэтому нужна профессия безусловно нужны какие-то вот качества значит которые ей помогут выжить с другой стороны взаимоотношение и понимание партнерства что супруг это вот твой партнер это конечно хорошо чтобы этому девочка научилась и увидела это в семье а вот я тебе такую вещь спрошу вот понимаешь как конечно это получается не у всех и люди все разные еще на этапе когда молодые люди встречаются вот как сделать вот этот баланс понимаешь вот допустим один человек очень открытый добрый щедрый а другой такой прижимистый немножко и вот этот открытый добрый щедрый дает ему там всего себя искренне любит верит и так далее а тот пользуется и как бы прижимает кое-что потому что у нас тут вот есть еще один комментарий мужчины не дураки есть такие кто смотрит только на женщин которые могут и хотят себя хорошо обеспечивать и он собирается тоже вкладываться в семейный бюджет да то есть как бы отношения такие нормальные но совершенно не готов содержать женщину если что при этом любовь достаточно искренняя но как только намекает что ситуация изменилась двое детей устало впахивать хочу сменить сферу родители заболели начинается разлад не такую мол брал вот это очень интересный момент потому что понимаешь как вот в этой фразе да вот в этом цитате вот с моей точки зрения да звучит некоторое такое вот есть мужчина да он не дурак он там чего-то себе думает и есть я не дурак у которой свой интерес то есть нету семьи я не вижу я не вижу общих целей я не вижу общих задач я не вижу того что они оба работают на одну цель это как будто это вообще очень странно не такую брал ты что брал домработницу или кого или да там прозвучали такие вещи да что если ты не будешь убирать так зачем ты мне нужна это неправильно вот построение семьи то есть это девочки вот будьте внимательны если такое вы видите на этапе просто построения отношений это не ваш человек это неправильно я помню что когда-то один молодой человек за мной ухаживал я еще школьницей была ну такой с синими глазами я в Лафе и жила в Лафе такой красивый пусть нравилась и моим родителям он не очень нравился но они понимали больше наверное они не на синие глаза смотрели высокий рост а смотрели на что-то другое и вот однажды он мне стал рассказывать как мама его стирает ему рубашки и как он мечтает чтобы я его убирала да 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 и тут это клик на это все закончилось ну хорошо что он так успел проявить себя знаешь еще до того он романтически мне вот это описал да 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 а я на самом деле я мечтала быть художником и вот когда я встретила своего мужа настоящего его вообще не волновало вот все остальное он он просто помогал мне он помогал там таскал сумки с едой потому что видите что еды нету у нас мы в общежитии жили и он просто приносил сумки с едой говорит девчонки давайте что-нибудь приготовим потому что голодные две сидят тот с моей соседкой и он настолько любил мои картины мою поэзию все вот это и я чувствовала себя вот ищите кто вас будет поддерживать девочки кто вкладывается в вас и вы вкладываетесь в этого человека который вас любит а вот я ему чистираю с огромным удовольствием рубашки понимаете дело в том что понимаешь как когда правильные отношения в семье правильные то каждый отдает по максимуму и получает по максимуму и каждый раз это строится на более более высоком уровне рубашки прилагаются это не главное но хочется сделать человеку приятно вот это на самом деле очень такое пустяк хочется сделать человеку приятно И твоему партнеру тоже хочется сделать приятно. То есть получается, что когда оба настроены на то, что это семья и нам приятно. Я не знаю, мой муж очень любит, когда он делает мне приятно. Он говорит, ты меня только попроси. А я больше люблю сама все делать. Но он говорит, ну ты же знаешь, что я люблю, когда ты меня просишь. Но так редко это просишь, а вот мне хочется. То есть людям хочется помогать, им хочется. Вот таких вот молодых людей нужно искать. И это нужно вбивать в голову девушки. Но это придет не просто вбиванием молотком, а только тогда, когда и родительская семья тоже будет так себя вести. И понимаете, когда вы уважаете своего ребенка, он уважает сам себя. И девушке очень важно уважать себя. То есть если вы дали ей это основание, она уважает себя, она уже не будет бросаться на каждого молодого человека, который в нее влюбился, или признаки внимания к ней, а будет думать головой. И я своей дочке, вот одно только, как бы если говорить о вливании, я ей только одно говорила, что уважай себя. И вот если твой молодой человек или муж обидит тебя каким-либо способом, и не дай бог там руку поднимет, или что-то в этом роде, все, это конец. То есть никаких продолжений не будет, ни семьи, ничего. То есть внутри как бы надо принять решение, что я драгоценность, которую нельзя оскорбить, и нельзя обидеть. То есть это внутренняя такая вот установка. И это чувствуют люди другие. То есть если такая установка есть, то тебя, естественно, никто никогда не ударит и не обидит, потому что знает, что это конец. Ты знаешь, к слову сказать, мы уже в прошлый раз спросили наших зрителей, чтобы они написали, какие вещи не прощаются, и они именно об этом и написали. То есть это как бы, да, конечно, есть такие вещи. Я не знаю, сколько женщин видела, которые, извините, после фингала под глазом продолжали семью. И, честно говоря, я не знаю. Я не знаю. Вот неуважение, на самом деле, я бы сказала, что это неуважение, потому что уже дальше побои, драки и так далее, это уже результат. Первичное является неуважение, и, конечно, относиться доверительно и с уважением, это самые главные вещи в семейной жизни для ее успешного построения. Хотя, может быть, есть какие-то итальянцы, кого видят семьи, где у них стиль жизни такой, и они получают даже определенные... От того же колотят друг друга? Да, я просто так думаю. Может быть, это тоже вот как бы... Не-не-не, подожди секунду. Расовые какие-то различия, они налагают отпечаток. Но я тебе даже такую вещь скажу. Это очень интересно наблюдать. Значит, вот если идут, например, ну, у нас же здесь все-таки многонациональная, да, страна. Если идут русскоязычные люди, то ты по мимике и жестам понимаешь, что они русскоязычные. Ты еще не слышишь, что они говорят. Американцы говорят совершенно по-другому. И я бы так сказать... Но опять, это темперамент такой более национальный, да. А другие нации еще по-другому говорят. Индусы говорят еще по-другому. Значит, американцы по сравнению вот с русскоязычными и даже по сравнению с индусами, они более спокойные. У них нету такого вот движения, размахивания руками. Они более уравновешены. И даже если вслушаться в мелодию языка, она более такая монотонная и без высоких и низких нот, да. Когда издалека американцы смотрят на нас, на русскоязычных, они говорят, они что, ругаются? Мы говорим, да нет, они просто разговаривают. Но это эмоциональный настрой. То есть можно какие-то вещи, мы, может быть, слишком эмоционально это все представляем, да. Издалека кажется, что ругаются. То же самое итальянцы. Может быть, они вовсе не ругаются, они очень даже любят друг друга. Но нам кажется, да. Но нам кажется, потому что мы просто не знаем этой культуры. Да, я помню, так как я работала в совместной швейцарской компании, наш швейцарский партнер говорил, что самое трудное с нами, что у нас если хорошо, то все так хорошо, а если плохо, то так все плохо. То есть мы все воспринимаем очень драматично. И в бизнесе это трудно. Потому что они, швейцарцы, это совершенно не могли пережить. Как это все время up and down происходит. Да, в бизнесе есть бизнес, да. Он должен идти по каким-то... Попробовать-то должно быть и спокойно. Да, да. По швейцарскому бизнесу, да. А вот сейчас моя знакомая приехала из Мексики, и она ездила на конференцию, и она, например, такую вещь рассказала. Там фотографию показала, она сидит в кресле и в шляпке, и такая, знаете, полудремленькая. Я говорю, ой, как красивый снимок. Она говорит, Алена, я провела так 6 часов в вестибюлю гостиницы. Это мексиканское время. То есть там надо приготовиться, ждать часами обещанного, что тебя кто-то заберет там. И это по делу она там была, вы представляете? То есть они так ведут дела. Ну да, да. Американская крутая тетка приехала и 6 часов в вестибюлю гостиницы продолжала, прождала. Вы представляете? То есть мы настолько разные. Я подумала, боже, как они, эти мексиканцы, тут выживают в Америке с такой культурой, когда 6 часов не время подождать? Ну, они выбирают себе такое род занятий, где это не принципиально. Но это вот интересно, что национальные, конечно, особенности очень играют роль тоже. Тем не менее, я знаю несколько интернациональных браков здесь, которые меня как-то смущают. Вот бывает на одном языке не договоришься, а когда, знаешь, ещё встаёт языковой барьер, тогда ещё сложнее. Но тем не менее, я знаю довольно-таки успешные, пожалуй, даже две семьи, где наши эмигранты, русскоязычные женщины, вышли замуж за индусов. Я по крайней мере две, даже три, наверное, знаю семьи таких. И тем не менее, у них очень успешные отношения, в общем, очень всё хорошо и так далее. Интересно. Ну, женщина, мне кажется, может приспособиться как-то вот... Но они приехали сюда со своими семьями, и эти семьи как-то не устроили, и они разрушили эти семьи, и теперь очень счастливы в браке, в общем, всё нехорошо. Поэтому какие-то вещи есть такие неуловимые, да, это body language, там, опять же, отношения, да. Отношения, ведь это же не просто слова, это действия, да, как ты относишься к кому-то. Можешь сказать, я к тебе так хорошо отношусь, я тебя так люблю, а потом дать сковородкой по голове, так тоже может быть. Да, ну, короче, сейчас такой интернешнл мир, что мы даже не знаем, вот моя внучка, например, твои внучки, она... А какого цвета будет кожа у зя сня? Это же мир? Да, 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 потому что, конечно, они воспитываются в многонациональной среде. Да, интересно. Вот, значит, мы возвращаемся к теме, что наших детей подрастающих мы будем любить. Я коротенечко напомню, что эти пять способов любви, о которых Эмбен писал, значит, это слова поощрения и поддержки. Безусловно, наши дети нуждаются в поощрении и поддержке, а не втыканье носом и говоришь, они все время неправы, безусловно, да. Вот интересный вопрос прикосновения. Вот, допустим, когда маленькие детки, их все время хочется тискать, они такие хорошенькие, а когда подросткам хочется потискать, они говорят, ты что это, да, в основном, в том числе мальчиков. И нам нужно свои мозги перестроить, потому что нам-то хочется так вот как маленьких совсем. Вот время, проведенное вместе, я думаю, что это очень важный для подростков способ любви. Престу ему, ему время, вот что ему интересно, там вот интересный ему рок-концерт, мы пошли на рок-концерт вместе. Да, иногда родители говорят, это чушь, я что я там буду время тратить на это, да. Вот, то есть вот это очень важно, что время, проведенное вместе, они это оценят. Не то, что мы говорим, ой, я тебя так люблю, так люблю. Вот пойдите и какую-то ерунду смотрите с ними вместе. Еще и обсуждайте. Еще и обсуждайте, да. То есть погиба только разовьет. В принципе, это плюс и нам будет, потому что мы развиваемся, мы узнаем новое что-то, а это всегда для мозгов очень важно. Ну, мы немножко закостенелы, понимаешь, у нас есть свои привязанности, мы выросли в другой среде, чем наши дети растут. Но поскольку мы умнее, прежде всего, да, то мы можем сказать, ну, хорошо, я пойду с ребеночком и я получу удовольствие и выскажу свое мнение и все. Да, если меня спросят, а если нет, нет, значит нет. Я хочу вам сказать, например, я заниматься стала выращиванием растений, увлеклась этим. Никогда у меня интереса к этому не было. Только благодаря дочке, что она это очень любит и чтобы вместе с ней что-то делать, это как-то втянулось в это. Ну да, теперь это легко. Саду, 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 саду всякие и про цветы можем часами разговаривать, про их выращивание. Ну да, да, это очень важно. Найти с ребенком какой-то совместный способ деятельности, да, где можно вместе проводить такое quality time, да, хорошее время. Вот, значит, мы как родители оказываем им помощь, но мы помним, что мы не даем советов, если нас об этом отдельно не спросят. Да? Ну и, конечно, мы делаем им подарки. Вот вопрос с подарками тоже очень такой сложный с подростками, потому что подростки хотят быть не хуже других. Они не то, что там мы им даем, делаем подарки, они сами даже подарки требуют. А мне нужен этот iPhone X, да, он стоит 1000 долларов, а мне нужен там тот, а мне нужно сел. Это очень сложный вопрос, который мы должны сбалансированно решать. На этой радостной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Напишите нам, пожалуйста, о своем подростковом возрасте, было ли понимание и принятие вас со стороны родителей и чувствовали ли вы себя в семье уютно и комфортно. Спасибо большое. На этом до свидания. Спасибо.